Ну, голь на выдумке хитрая, и кто-то придумывает всякие рекламные акции для того, чтобы продвинуть свои товары. Некоторые запускают в город зеленых человечков, лысых инопланетян. Можно и грамотно обратиться все-таки на телевидение, ну, к примеру, к этому полустому лысому человечку. Буду зелеными, если надо, буду красным, буду синим, в смысле, оденусь. И доступно объясню вам преимущества ваших товаров. Вот с фирмой Delta Inform мы сотрудничаем и получаем, ну, максимум удовольствия. Потому что, во-первых, здесь реально низкие цены, во-вторых, здесь помогают вам всегда и везде. А, вот еще, и сегодня Delta Inform решила устроить праздник. Но праздник не просто так, а с подковыркой. И покажем вам, что такое двух- и четырехъядерный процессор. Есть ли в них разница? То есть, когда вы переплачиваете, надо понимать, за что вы платите. А событие интересное состоялось в торгово-развлекательном комплексе Jazz Mall. Это было в аккурат в День защитника детей. Руководством этого комплекса были организованы выставочные места для желающих продемонстрировать свое внимание детям. И надо признать честно, что судьбы подрастающего поколения волнуют магнитогорцев. Их хотят видеть трезвыми, здоровыми, не болеющими, и это хорошо. Но лучше всего видеть наше будущее счастливым. Конечно, объективная реальность вызывает у нас сомнения, что перспективы такие есть. Но виртуальная реальность компенсирует и недостаток общения, и материальную базу. Плохо это или хорошо? Судить в дальнейшем. Из геймеров вырастают ведь и сис-админы, и программисты. Но факт случившийся. У выставки от фирмы Delta Inform детей было больше всех. Первое июня, день защиты детей. Дети в джазмоле у вас тусуются. То есть, получается, что вот рядышком стоит Xbox, может ли игровая приставка заменить полностью компьютер? Я считаю, что на данный момент пока такие технологии все равно еще не развиты. Все-таки компьютер есть компьютер, игровая приставка заточена только под игру. А живет она сколько? Все зависит от как... Ну, год-два, наверное, да, я имею в виду, подобный устаревает, и все. Компьютер мы можем апгрейтировать постоянно? Нет, нет. Компьютер можно апгрейдить, улучшить, заменить программу и так далее. То есть, Xbox, узкая направленность. Вот на вашей спине я вижу надпись такую. Есть то, чего нет у других. Что есть в Delta Inform того, чего нет у других? Ну, у нас есть практически все, что угодно клиенту. А низкие цены? Цены очень низкие. А возможность сдать старый и получить новый компьютер? Да, конечно. То есть, пусть клиенты приносят старый, мы его оценим, добавляют деньги, покупают у нас новый. Вот этого нет у других? Этого, конечно, нет. Ну и вдобавок, то, что, конечно, по цене получается два ядра, то есть, люди могут получить четырехъядерный игровой компьютер. Лучший эксперт, эксперт независимый. А кого нельзя купить? Да детей. Они просто цены себе не знают. Пока еще. И вот эти ребята с упорством, которому могут позавидовать многие, тестировали два компьютера, которые честно везде продаются как двухъядерные и четырехъядерные. И вот их мнение. Ну-ка, расскажи, игрок, дома есть компьютер? Да. Наверное, знаешь, чем отличаются два ядра от четырех? Да. Ну, математику знаешь? Вот на этом компьютере сколько ядер, по-твоему? Два. А работает быстро? Да. Что круче, двухъядерный компьютер или четырехъядерный? Четырехъядерный. А если попробовать? Уже пробовал. Ну и какая разница? Четырехъядерный. А на том пробовал? Он быстрее, он быстрее, он качает, он быстрее качает диски. Четырехъядерный. Четырехъядерный быстрее соображает, да. А если попробуем? Ну, давайте. Давайте. Ну, от битвы началась, в чем разница-то? Я-то знаю. Нету разницы? Нет. Играл сейчас на том компьютере, да? Да. Какая разница? Ну, медленно тут играется. Тут медленно играется? Ну, медленно, это, бегает. А там быстрее? Да. Мы намеренно вводили всех в заблуждение и часто меняли местами вывески, чтобы у этих экспертов не возникало психологической зависимости. Дело в том, что в свое время из-за недостатка финансов, обычной российской проблемы, мы в принудительном порядке разгоняли процессоры, поднимая тактовую частоту. Это требовало дополнительного охлаждения и это работало. Но как помножить два на два, в смысле раскочегарить двухъядерный процессор до уровня четырехъядерного? Я лично не знал. Пока. И вот так получается, что устами ребенка глаголят истинно. Оказывается, разницы-то нету. Но в чем все-таки загвоздка-то? Ну, дело в том, что эта технология, Core Unlocker, она позволяет открыть закрытые программные ядра, которые по различным технологическим и маркетинговым причинам закрывают производители процессоров. Соответственно, вы получаете, так сказать, платите как за двухъядерный камень, а получаете в использовании четырехъядерный камень со всей его мощностью и производительностью. Я так понимаю, это может сделать только специалист высокого уровня? Да, дело в том, что мы, во-первых, ведем селекцию процессоров. То есть не все камни открываются. Мы специально их при входе отбираем и, закупая партию у производителя, мы отслеживаем количество открываемых камней. Если там оно достойное, мы делаем большие закупки. Соответственно, у нас больше камней, которые открываются на четыре ядра. И, кроме всего прочего, технология открытия, она тоже требует определенных, скажем, навыков. Разобраться в ней, знать материнские платы, которые позволяют это делать. Ну, вот, наверное. Я так понимаю, у сетевого маркетолога, в смысле, моногера, который продает, ну, таких навыков чуть-чуть не хватает. Дело в том, что никто, как бы, этой технологией конкретно не занимается и, скажем, как видите, зря не берет ее всерьез. То есть это серьезный удар по бренду Intel, который, скажем, этой технологии не имеет. Ну, а теперь волшебных шабузи. Сколько это? Разница в цене же есть. Ну, то есть мы, как бы, сравнивали на приблизительно одинаковых, скажем, мощностях камней, двухъядерных и четырехъядерных, и, как вы видите, достигает экономия где-то до 35%. А на 35% можно и мониторчик всех выкубить? Ну, нет, это немножко 35% от стоимости процессора. От стоимости процессора, потому что там, скажем, остальное, да, остальное все, как бы, остается точно так же. Вот. Но эта стоимость, она довольно внушительная, потому что мы знаем, что камни стоят ни копейки. Карла Маркса, 164. Торговый центр «Семья». Здесь располагается Дельта Информ. Дело в том, что в семье должен быть компьютер. Лучше не один. Стоит ли покупать дорогой компьютер? Ну, вы только что видели, что вместо четырехъядерного можно купить правильный четырехъядерный тоже. Из двухъядерного, который сделан, четырехъядерный, ну, руками специалистов. И вы экономите реальные деньги. Как эту фирму найти? И вообще, конечно, на этом лобном месте, где располагаются все компьютерные конторы города Магнитогорска, можно было бы и потеряться, если бы не точный адрес. Вот он, торговый центр «Семья». Два входа, оттуда и отсюда, вот сюда. Диванчики там пока. Ваша супруга посмотрит, может быть, мебель купите. Вы-то пошли и пришли сюда за компьютером или за комплектующим. Или просто полечить вашу технику. Или апгрейдировать. Или сдать старый компьютер и получить одновременно новый. Или поправить свое финансовое положение. Есть такая возможность. То есть, ну, не в ломбард. Кстати, в ломбардах компьютер не берут. А здесь, ну, примус, что же делать? Оценят, заплатят вам. Кстати, вы на Дельту можете купить себе. Ну, простой такой. Если вы поняли, что вся ваша жизнь – это не сидение в играх, а работа в интернете, зарабатывание денег, то вполне хватает машинки за 5 тысяч рублей. Такую могут скомплектовать. Из бэушных деталей. Вместе с монитором, кстати. То есть, вот место, где вы реально экономите и покупаете только ваш компьютер. С двумя, с четырьмя ядрами. Или просто пишущую хорошую машинку. С возможностью посидеть в интернете и посмотреть DVD-шники.